В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Четверть века ожидания. 12 саровских семей и очередников получили ключи от собственных квартир. Обойти весь мир первоклассников 20-й школы посвятили в туристы. Далее расскажем обо всем подробно. Индексация тарифов ЖКХ пройдет на 8 месяцев раньше запланированного. Тарифы на коммунальные услуги повысятся с 1 декабря 2022 года вместо июля 2023 года, сообщает Минэкономразвития РФ. В итоге в этом году тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы дважды. Взамен правительство обещает заморозить тарифы на полтора года до июля 2024 года. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря для населения в целом по стране не превысит 9%. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек вырастет на 324 рубля. Необходимость опережающей индексации в Минэкономразвитии пояснили необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры. 12 семей очередников получили долгожданные ключи от своего жилья. В новом доме на улице Зернова им выделили однокомнатные и трехкомнатные квартиры по договорам социального найма. Подробности далее. Долгие годы ожидания прошли не напрасно. 12 царовских семей, которые встали в очередь на жилье с 1996 по 2000 год, получили наконец документы на свои собственные квартиры. В новом доме на Зернова-24 администрация приобрела для них жилье по договору с подрядчиком. С новосельем жителей в торжественной обстановке поздравил глава города. Мы городом стараемся выполнять свои обязательства. Несмотря ни на что удалось действительно продвинуться немного в очереди по обеспечению жильем. Спасибо вам за терпение. Хочу поблагодарить подрядчика, который построил этот действительно неплохой дом. Я в нем был, посмотрел. Неплохое качество. Надеюсь, этот дом принесет счастье вашей семье. Есть где жить, есть где принимать гостей. Среди новоселов и сотрудники муниципальных бюджетных учреждений, ДЭПа, Гурводоканала, детских садов, городского лесничества и работники РФИА ЦУНЕФ частных предприятий. Главным критерием была нуждаемость в улучшении жилищных условий. Благодаря программе, которая позволила администрация приобрести 12 квартир по программе стандарт-класса, 9 – это трехкомнатные квартиры и 3 – однокомнатные квартиры. В трехкомнатные квартиры у нас поехали семьи, составом семьи 4 человека, и в однокомнатные квартиры поехали одинокие граждане. Все квартиры полностью благоустроены. Некоторые новоселы в этот день начали переезжать. Везде подано тепло, проведена чистовая отделка, установлены плиты и сантехника, остеклен балкон. Все есть, только заедем и будем жить, наслаждаться. Это не сказать, какие были эмоции. Переполняли эмоции, были очень рады. Понравилось, я живу в городе с 88-го года. На очереди я стояла с 97-го года. Потому что я дождалась. Все новоселы жили в общежитиях и малометражных квартирах. Теперь в их бывшие жилища заедут другие очередники. В планах у администрации реконструкции имеющихся общежитий и возможное приобретение жилья по стандарт-классу. Саровский пленэр 2022 стартовал в городе 26 сентября. В нем принимают участие художники из Москвы, Нижнего Новгорода и Сарова. В течение этой творческой недели мастера напишут осенний город и его окрестности. Воплотят в цвете красоту золотой саровской осени. Итоги подведут в пятницу. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увеличить материнский капитал на 12,4% планируют с 1 февраля 2023 года. Об этом пишет издание ТАСС со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. После индексации материнский капитал на первого ребенка составит 589 569 рублей. На второго – 779 094 рубля. Доплата на второго составит 189 524 рубля. Единый налоговый платеж станет доступен с 1 января следующего года. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации. Для этого вводится единый налоговый счет. Для уплаты налогов больше будет ненужно множество платежных документов. Ситуация, при которой у одного плательщика имеется одновременно задолженность и переплата по разным платежам, станет невозможной. Уточнения и зачеты исчезнут. Также устанавливают единые сроки уплаты налогов, что упрощает платежный календарь налогоплательщиков, позволит оплачивать все налоги один раз в месяц с единым налоговым платежом. В минувшие выходные в городе прошел второй Саровский мини-фестиваль любителей саббординга. Вейкпарк при водежке Департамента культуры и администрации города подготовил осенний поэтический перформанс на реке. Участники фестиваля совершили групповой заплыв на досках саб от Вейкпарка на плотине до набережной парка имени Зернова с музыкальным сопровождением коллектива эстрадно-джазового оркестра Василия Маркова на большой плавучей сцене. Еще одно знаменательное событие фестиваля – спуск на воду Баркаса Чижик. В шесть месяцев его строил своими руками Алексей Морозов с помощниками Саровского военно-исторического клуба 1945. Чижик также принял участие в заплыве. Пасмурно и дождливо будет в Нижегородской области на этой неделе. До пятницы столбики термометров будут достигать плюс 11, плюс 12 днем, плюс 5, плюс 10 ночью. К выходным прогреется до плюс 14, плюс 17. Все дни будет идти дождь. Ветер восточный 4 метра в секунду. Троих водителей поймали пьяными за рулем, двое сели за руль без права управления, а 25 участников дорожного движения пренебрегли правилом использования ремней безопасности. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. За прошедшую неделю в городе произошло 5 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим. В понедельник, 19 сентября, на перекрестке улицы Советской и проспекта Музруково водитель Чангана, поворачивая направо, выехал навстречу и столкнулся с Рено-Дастера. Водитель Рено получил телесные повреждения. Как выяснилось позднее, виновник ДТП был пьян. Это не единственный случай на неделе, когда нетрезвые сыровчане садились за руль. На данный промежуток времени было выявлено административных правонарушений в области безопасного дорожного движения 139. Из них было 3 управления в состоянии опьянения водителя и 3 отказ от прохождения медицинского свидетельства. Ну и соответственно уже дальше более мелкие нарушения. Это нарушение правил регистрации, управление транспортным средством без соответствующих документов, управление транспортным средством с неисправностью, при котором эксплуатация запрещена. 19 сентября в дежурную часть полиции обратилась сыровчанка, у которой украли деньги с банковской карты. В WhatsApp ей позвонила неизвестная и спросила, не подавала ли она заявку на смену номера счета. Когда женщина ответила отрицательно, ей сообщили, что с ее карты кто-то пытался списать деньги и нужно обновить номер счета. Следуя инструкции мошенников, потерпевшая перевела деньги со старого банковского счета на указанный новый. Сообразив, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в отделение банка, где по выпискам со счетов увидела, что у нее были похищены 270 тысяч рублей и 95 тысяч рублей. Кроме того, на нее была оформлена кредитная карта, с которой было переведено 320 тысяч рублей. Таким образом, злоумышленники похитили у женщины денежные средства на общую сумму 685 тысяч рублей. 25 сентября сыровчанин сообщил в полицию, что возле плотины по улице Садовой горит его машина. Во время движения он почувствовал запах дыма со стороны заднего сидения, остановился, чтобы проверить исправность авто. Горел бензобак, попытался потушить, но не смог. С огнем боролись пожарные, пламя полностью уничтожило легковушку. Мы в ответе за тех, кого приручили. В парке имени Зернова прошел благотворительный праздник приюта Мурдом. Для гостей праздника приготовили конкурсы, мастер-классы и интерактивную программу. Также горожан познакомили с котиками приюта и рассказали их истории. Главными действующими лицами праздника в парке имени Зернова были котики. Их с любопытством рассматривали и гладили дети и взрослые. Места около клеток с четвероногими никогда не пустовали. Люди интересовались историями подопечных Мурдома, спрашивали об особенностях и характере котиков. Но на самом празднике хвостатых в добрые руки не пристраивали. В дальнейшем этих кошечек также можно забрать. Кому понравится, могут позвонить в приют. Вообще, в принципе, мы приветствуем то, что люди к нам приходят знакомиться с кошками. То есть они не сразу, а вот фотографии, мы возьмем, все, мы приходим, забираем, а потом хипят, практически не сошлись и возвращают. Ну, у всех разные истории, конечно же, мы там уже разного много выслышали. Поэтому мы рекомендуем приходить с кошечкой, знакомьтесь. На празднике приюта можно было приобрести игрушки и аксессуары для животных ручной работы, которую сделала волонтер. Все вырученные средства пошли напомнить животным. Также добровольцы рассказывали о том, чем они могут быть полезными для хозяев, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы сейчас работаем над проектом и помогаем хозяевам, которые попали в тяжелую ситуацию. Мы раздаем листовки, на которых написан номер, по которому можно позвонить, если вам нужно выгулить собаку, а вы не в состоянии. Или вообще оказать какую-то услугу мы можем. На танцплощадке парка имени Зернова было шумно и многолюдно, несмотря на плохую погоду. Дети участвовали в интерактивной шоу-программе. А в это же время горожане могли заняться творчеством, смастерить маску, раскрасить фигурки кошек. Также для гостей работали различные площадки с играми, аквагримом. Всех желающих угощали сладкой ватой. Тут было очень весело. Тут все бегали. Мне понравились кошки. И понравилась сахарная вата. Понравилась киски. Ты их гладила? Да. А что еще сегодня делала? Рисовала. А что? Котиков. И пластелем лепила кошку. Праздник Мурдома «Мы в ответе за тех, кого приручили», состоялся благодаря совместным усилиям муниципальных и частных учреждений города. На мероприятии у всех желающих была возможность получить консультацию ветеринарного врача и грумера. Праздник приурочили к первому дню рождения приюта Мурдом. В октябре ему исполнится один год. Цель мероприятия первая – это, конечно же, привлечь внимание к деятельности нашего приюта. И плюс, самое главное – это привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных в городе. И, соответственно, показать, насколько важно гуманно относиться к животным, ответственно к ним относиться. Поэтому такая цель праздника у нас сегодня. Ну и, конечно же, да, рассказать про наш приют, про нашу деятельность и порадоваться всем месяцем нашим успехом. Грожане также могли помочь приюту своим посильным вкладом. На мероприятии волонтеры собирали деньги, корм и средства по уходу за животными. В 20-й школе первоклассников торжественно посвятили в туристы. Мероприятие прошло в рамках Всемирного дня туриста. На торжественной линейке отдали дань памяти основателю школьного туристического клуба «Вертикаль». Тетя Дуся, так ласково называли ученики и коллеги Евдокию Евтифьевну Мокинову, основателя туристического клуба «Вертикаль» при 20-й школе. Тетя Дуся уже ушла из жизни, но память о ней до сих пор хранит то поколение ребят, которых она водила в походы, учила разводить костры, правильно действовать в чрезвычайных ситуациях на природе. В память о ветеране туристического движения в школе номер 20 прошло посвящение в туристы первоклассник. Это приглашение именно в наш туристический клуб «Вертикаль», потому что первые классы закладываются именно те навыки и знания, касающиеся туризма. Если дети заинтересованы, они заинтересуются, они, естественно, потом уже, будучи чуть постарше, они считаются, они вступают официально в наш туристический клуб «Вертикаль» и потом являются бессменными помощниками, как у нас сейчас наши ребята, которые сегодня будут стоять на станциях. На открытии мероприятия ребятам рассказали о туристическом движении школы, а после танцевальной разминки первоклассники разделились на несколько команд. Участникам предстояло пройти пять станций, где в игровой форме они оттачивали навыки настоящего туриста. Учащиеся проходили по подвесным канатам, плантировали на узкой переправе, учились правильно использовать тарзанку и вместе с командой передвигаться по сложным участкам. В испытаниях пробовали свои силы и родители первоклассник. Мы сегодня лазили на бабочки, катались на тарзанке. Мне это понравилось очень сильно. Еще понравилось, как мне на тарзанке. Мне понравилось там ездить по лестницам, где мы на веревке ездили. Еще мне понравилось, как мы ходили по канату бабочка. Было сложно вот так вот приставным шагом переходить из одного сектора в другой. У тебя получилось? Да. Члены туристического клуба «Вертикаль», учащиеся восьмого класса школы номер 20, тоже вышли из-под крыла Евдокии Евтифьевны и теперь продолжают ее дело. В этот раз ребята помогали в организации и проведении мероприятий для первоклассников. Стояли на станциях, инструктировали участников, страховали и помогали. Все это производилось от тети Дуси. Она нас учила узлам, она учила нас вообще туризму. После того, как ее не стало, у нас новый преподаватель Евгений Михайлович Порошин. Практически каждый день мы занимались. Потом, после того, как умерла тетя Дуся, у нас как бы прекратилось все это. Мы искали нового туристического руководителя, который может нам преподавать. И сейчас мы практически уже три года вместе с Евгением Михайловичем. Если волонтеры отвечали за инструктаж, то вот эмоционально поддерживала ребят и помогала им в прохождении испытаний Екатерина Дмитриевна Мелентьева, советник директора по воспитательной работе. Это мероприятие мы приурочили к всероссийской акции от РДШ, посвященной Всемирному дню туризма. Несмотря на плохую погоду, ребята сегодня повеселились, прошли пять станций, получили хорошие эмоции. И нам очень радостно, что приняли участие в данном празднике также и родители. После прохождения полосы препятствий первоклассники получили настоящий набор туриста – сухпайок. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и хороших вам новостей.